Соблюсти интересы граждан бизнеса и государства. Министерство финансов России предложило федеральному правительству большой пакет поправок по совершенствованию налоговой системы, включая новую прогрессивную шкалу НДФЛ, налоговый вычет для семей с детьми и повышение налога на прибыль компаний. К слову, прогрессивная шкала НДФЛ, предусматривающая повышение налога на физических лиц, на деле затронет лишь около 3% трудоспособного доселения страны, следует из материала ведомства. Для тех, кто зарабатывает год до 2,5 млн. рублей, все останется по-прежнему. Для тех, кто получает год до 5 млн. рублей, налог составит 15%, до 20 млн. – 18%, от 20 до 50 млн. рублей – 20%, а свыше 50 млн. рублей – все 22%. При этом Минфини подчеркивают, что платить повышенный налог будут не со всей суммы, а с той ее части, что превышает 2,5 млн. в год. Повышение НДФЛ не коснется участников спецоперации, для них порядок налогообложения останется прежним. Для представителей бизнеса налог на прибыль составит 25% вместо 20%. Семьям с двумя и более детьми и доходом ниже полутора прожиточных минимумов будет предложен возврат части уплаченного НДФЛ. Прежде всего, деньги от повышения налогов пойдут на социально-экономическое развитие страны. Таким образом, будет обеспечено достижение национальных целей, национальных проектов страны, таких как семья, кадры, молодежь и дети, ну и, конечно же, продолжительная и активная жизнь. Также на поддержку социальной сферы, это ремонты, реконструкция больниц, поликлиник, детских садов, школ, объектов культуры и спорта. На приобретение средств для реабилитации, на развитие регионов с низкой рождаемостью, на программы для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, больным диабетом, а также онкологией. Также данные средства будут направлены на развитие малого-среднего предпринимательства, бизнеса, на развитие наукоемких и сферы высоких технологий, IT, фармацевтика. Также на разработку различных судов, самолетов и лекарств. Ну и, конечно же, на пополнение инфраструктуры и строительства жилья и дорог в регионах.